Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнёры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мне бы хотелось коснуться вопроса, «Как подчинить Богу свои таланты?» Говорят, что музыка, как и математика, к теологии отношения не имеет, потому, к сожалению, во внимание берут не мнение Библии, а мнение профессионалов музыкального дела. Стиль Элвиса Пресли захватил церковь. Так в 1967 году его альбом «Как ты велик» с христианскими гимнами принёс Пресли первую премию за лучшую религиозную запись года. Представляете? В то послевоенное время люди были набожны, и Элвис пел песни духовного содержания, понимая, где находится рынок сбыта его товара. Он убил двух зайцев одновременно, сделал себе имя и большое состояние на верующих людях и развратил церковь. До сих пор его пластинки с большим успехом продаются на христианском телевидении, в то время как этот человек был откровенным отступником и умер от передозировки наркотика. Пастор одной мега-церкви в Калифорнии, пытаясь определить музыкальный стиль своей общины, сделал это очень просто. Он поднял статистику, какую радиоволну больше всего слушают люди в его городе. В итоге самые рейтинговые мирские станции определили, какой именно будет музыка в его церкви. При этом пастор уверенно заявляет, что конфликтам, всяким разборкам, недоразумениям будет навсегда положен конец, как только зазвучит музыка, приемлемая для всех людей. Все могло бы быть и так, если бы не один факт, что за современным стилем и модой стоит дух времени, который противится Духу Святому. Потому немногие люди, немногие пасторы способны на то, чтобы в жертву Богу принести профессионализм, проведя его через плавку, через очищение, через покорение Духу Святому. Знаете ли вы, что израильтяне, когда завоевывали окружающие их народы и брали в добычу драгоценности, украшения какие-то, ювелирные изделия, то у Бога на этот случай был свой закон. Я хочу прочитать об этом. Вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. Книга чисел, 31 глава, 23 стих. Представляете, приходилось все шедевры искусства уничтожать, переплавлять, оставляя только ценные металлы в чистом виде, в котором они изначально добывались. Иначе амулеты, искусно изготовленные язычниками, вводили бы народ Божий в общение с бесами. Это не преувеличение. Это правда. С бесами, стоящими за этими амулетами, за этими украшениями. Так и талант, данный человеку творцом. Прежде чем стать пригодным для Бога, я твердо убежден, он должен пройти очищение, чтобы отделить его от мирской школы, от мирской философии, от духа этого века и подчинить Богу. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире. Мысли из книги о кушении на высший суверенитет.